Общественный деятель. Ирина Яковлевна, вам слово. Простите, что я сразу после своего слова убегу на работу, хотя мне очень интересно было бы послушать и других. Вы знаете, я хочу сказать не с точки зрения кинематографа и его выгодности, потому что я этим не занимаюсь, и не с точки зрения даже детской нравственности, потому что мне кажется, что здесь сидят люди, которых не надо убеждать в том, что кино для детей, подростков и юношества должно быть нравственным. Я хочу вам сказать, что с точки зрения психиатрии, растления детей, которые сегодня наблюдаются, в том числе и в детско-подростковых фильмах, есть особо тяжкое преступление, хотя оно не записано в уголовном кодексе. К сожалению, нет такой статьи. Я говорю, к сожалению, совершенно серьезно, потому что мне кажется, что за это надо было бы карать. Вот, например, тот фильм «Хороший мальчик», который мне предложили посмотреть перед тем, как прийти сюда, да, я посмотрела кусочек маленький, вот, это кошмарный фильм, понимаете, это преступление по отношению к детской психике. Вот давайте о нравственности не будем сейчас спорить, я понимаю, что не все люди считают сегодня, что традиционная нравственность, она вообще-то навека дана, вот, говорят, что новое время, новая нравственность. Давайте говорить с точки зрения психиатрии, потому что она неотменяема. Вот я клинический психолог, я очень много работаю с детьми, и я вам клянусь, что очень многие расстройства пограничные, которыми сегодня страдают дети, это еще и по вине детско-подросткового кинематографа. Вот, это ужасно то, что сегодня происходит, потому что нельзя растормаживать с медицинской точки зрения, сферу увлечения раньше времени, это преступно, нельзя разрушать искусственно чувство стыда, потому что чувство интимного стыда – это краеугольный камень психической нормы, и наоборот, отсутствие интимного стыда – это показатель тяжелейшего психического расстройства. Значит, что делает кино для детей и подростков, которое демонстрирует всякую непристойность, там случки, простите за грубое выражение, ученика и учительницы, или ученика и ученицы. Искусственно инвалидизирует психику, потому что искусственно разрушает природное у всякого нормального человека чувство интимного стыда. Вот, ну и последнее, что я хочу сказать, я очень тороплюсь, потому что боюсь, что кому-то не достанется слова. Да, я хочу сказать, что вот я сейчас сидела и слушала жалобы на отсутствие денег. Это, конечно, очень плохо, что государство не дает денег, но вы поймите, что вы стоите, как люди, которые работают с детской психикой, с детской нравственностью, вообще с детьми, и тем более с искусством для детей, потому что искусство – это очень сильное средство, и оно может быть как созидательным, так и разрушительным. Вы стоите на линии огня, потому что мы живем в эпоху страшной, очень агрессивной информационной войны, основные бомбы которой направлены на детей, подростков и юношества. И если вы солдаты информационной войны, то что вы жалуетесь на отсутствие денег? Враг не будет давать денег на хорошее обмундирование солдат враждебной армии. А у нас, к сожалению, многие генералы этой армии перешли на сторону врага. Поэтому не жалуйтесь. Солдат получают деньги только на махорку. Делайте на коленке, но делайте хорошие фильмы. Показывайте детям, что такое вечная любовь, которая до гроба и даже не кончается, а продолжается за гробом, будут ходить на эти фильмы. Я очень много общаюсь с детьми, подростками и молодежью. И я вам ручаюсь, что подростки и юноши, они стесняются в этом признаться, но они жаждут фильмов об этой вечной романтической любви. У них страшный романтический голод. Они не могут больше слушать и видеть про безопасный секс. Вот понимаете, это мерзость. Это мерзость не только перед Богом, это мерзость перед детьми, перед их психическим здоровьем. Вот, поэтому романтическое кино, героическое кино о настоящей любви, если оно талантливое, вот его будут смотреть. И хочу вам еще раз сказать, что это залог психического выздоровления общества, особенно его юной части. Иначе кто будет завтра жить в России и строить Россию, заседать в России? Для кого вы завтра будете делать фильмы, если сегодня выращивает это кино, в основном двуногих рептилий сексуально озабоченных? Спасибо за внимание. Аплодисменты. Спасибо, да. Приятное. Не-не-не, после, после, пожалуйста. Пожалуйста, после, мы не успеем. Давайте потом. Созвитие того, что сказано. Хорошо, одну минуту. Я процентирую господину Еникавру, пожалуйста, Сергея Николаевича. И вы не дадите мне соврать, это человек авторитетный в психологии и в криминальной психологии. Он сидит на заседании коллегии прокуратуры, где рассматривается вопрос о том, что не знают, что делать. Дети 13 лет посылают в зоны посылки, заранее готовя себе место в этой зоне. Понимаете, это вот то, что сегодня стало рядовым явлением в детской среде, и не знают, как с этим справиться люди, которые ответственно занимаются государственной безопасностью. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Мы задели очень важную тему, как раз наша ответственность только для письма среди детьми. Яна Ильинина, пожалуйста.